Я обратилась в ферму, которая называется «Школа мастеров», находится на революции 905 года, 31А. Во-первых, сразу они не приехали, в назначенный срок водили меня за нос, приехали на следующий день. И мастер, который приехал, убил меня тем, что холодильник надо везти. В конечном счете, плохо морозило у меня. У меня плохо морозило, но, конечно, я сказала, что он не морозит, что приехали, потому что мастеров нет, и чтобы побыстрее приехали. Приехал мастер, я говорю, давайте я расскажу, что с моим холодильником. Холодильник у меня морозит, работает, но плохо морозит, посмотрите. Начал смотреть и сказал, что надо везти его в холодильник. Естественно, он меня сбил с толку, потому что такой громадный холодильник, как мне везти. Но потом он сказал, что хорошо, я сделаю. Снимает модуль, говорит, а тут дело в прошивке, надо прошивать модуль. Я привезу его на завод. Приеду через 2 часа. Мы обговорили, какая сумма примерно, но не больше 10 тысяч. Приезжает он через 2,5 часа и сказал, что еще засрочность надо. Хотя приехал даже позже, чем обещанного срока. И еще объяснил тем, что там даже хотели вообще 5 тысяч засрочность взять. Перед тем, как он снял модуль, он заполнил мне договор только сверху и попросил расписаться на пустом договоре. Так как я забираю у вас модуль, чтобы вы знали, что потом хоть вы докажете, что это. Ну а потом, когда приехал, поставил этот модуль, написал все, что можно было. Там уже сумма ужасная, потом еще плюсы больше. Но он, видя мое состояние, он говорит, хорошо, хорошо, я вам скидочку сделаю. Ну и заплатила я 10 900. Холодильник включили, ну заработала. Он и работал, он и работал, тем более у меня есть свидетели. На следующий день я посмотрела, как работал, так и работает. Изменений никаких не произошло. Я позвонила к ним на телефон, телефон не ответил. Ну я подумала, что в выходные дни буду звонить в понедельник. В воскресенье вечером я нашла телефон поддержки в московской LG. Позвонила, мне сказали, что надо обратиться в орбиту сервис. Пришла туда в понедельник. И сразу там мне мастера сказали, что вас развели, так как это модуль на этом холодильнике не прошивается. И вот он только подлежит замене, которая проходит только в Москве, производит в Москве. Пошла к ним, стала просить, что так и так, вы же это не делали операцию. Написала, даже не я написала, написала родственники, а не мало. Написать мне все трясло. Они сказали, ну согласно договору, вы же расписались, вы претензий никаких не писали, но я же не знала, как он будет работать, этот холодильник. То есть это думала, что он наморозит и будет нормально работать. После этого я еще обратилась даже в защиту прав потребителей. Там написали претензии. Я еще раз пришла с претензией. Говорю, что я звонила в Москву, поддержку LG всероссийскую. И там ответили, что не прошивается. На что они ответили? Что вы звонили, и неизвестно куда, и там Ваня с Маней вам отвечают. Еще я сказала, что после вашего ремонта, после всего как отношения, у меня ухудшилось состояние здоровья. Они опять ответили, это не к нам, это пенсионный отдел. В общем, конечно, ведут они по-хамски. У меня даже есть свидетельница, не то что свидетельница, а такая же пострадавшая. Мы с ней сейчас связываемся. После этого мы написали с ней «Единую Россию». Я даже еще в Роспотребнадзор написала. Теперь я ходила в орбиту сервиса. Мне дали бумагу конкретно, что эта модель не прошивается. По электронной почте с Москвы мне тоже прислали, что модель эта не прошивается. Конечно, они не собираются мне ничего возвращать. Как они сказали, если хотите расторгнуть договор, то хотите 50 рублей получить, то расторгайте, или, может быть, 200 мы вам дадим. Мало того, что заплатив такие деньги, дали всего лишь семь дней гарантии. Хотя все удивляются, как это семь дней. Они еще тем сказали, что наша фирма только одна дает гарантию, а другие вообще фирмы не дают гарантии на ремонт холодильников. Ведут таким образом, знаете, как-то просто издеваются. Издеваются даже, знаете, вот они отметили на претензию. В договоре у меня на следующую заявку будет 17% скидка, а мне прислали на 15% скидка. И чек. Чек они не давали сразу. Это уже нарушение закона. И многие пострадавшие от них, все так их и называют, что мошенники. Прямо отзывов я почитала, когда отзывы. Мошенники разводила, мошенники разводила. Ну, не знаю даже, что дальше делать. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы, во-первых, ну, конечно, хотелось бы вернуть свои деньги, а самое главное, чтобы остальные люди, пенсионеры, особенно пенсионеры, которых они разводят, не пострадали. Потому что, ну, мы и так живем, как бы, в не очень хороших условиях. Я не знаю, как просто еще с ними бороться. Это, это, это не, ну, не занят сил просто уже. Руки опустились. Когда приехал вот второй, второй приехал мастера, и говорю, как же так, вы даже не даете гарантию, то самое, семье все дали. А он мне говорит, это насмотрение мастера. Я говорю, так что это получается, вы фирма или нет? У вас же есть какие-то сроки, на это столько гарантий, на это столько гарантий. Как это, хочу дам, хочу не дам. Я же не в частную лавочку, как-то не домой кому-то обратилась. Ну, я вообще не знаю. И я бы хотела бы, чтобы вот мое обращение дошло до прокуратуры или в следственные органы, что, ну, как так, нельзя так оставлять безнаказанно таких людей, понимаете? Настоящие мошенники, настоящие мошенники. И я не боюсь это слово говорить, не боюсь, потому что в отзывах, если бы вы почитали, там только, так и на это пишут, что мошенники и разводелы, которые разводят на деньги, говорят одну сумму, а в конечном счете предоставляют другую сумму. Вот самое главное, что когда они все это сделали, как будто бы прошили, значит, первый раз сказали на завод, теперь, значит, что он обговорился, что он не так сказал, у нас нет завода, но он находится то на Острогожской, то на Бульвар Победа, а во втором мастерство, вот читайте, где находится наш завод, типа. Ну, там завода нету, конечно, там нету. И самое главное, там никакой поломки не было, потому что он был в рабочем состоянии. Надо было только, так как 7 лет я не отключала этот холодильник, надо было отключить, ну, часов на 5, самое большое мне сказали, и прибавить температуру, так как у нас температура зашкаливала, просто он не смог на всю мощность работать, надо было прибавить температуру, и все. После этого я прибавила, все сделала, холодильник заработала. Но после, как в кавычках называется, их прошивки, изменений никаких не было, никаких, если они такие асы.